Спасибо. Спасибо большое. Замечательно. Тургенев. Коробка книг для Мильковской библиотеки. Акция «Единой России. Русская классика сельским библиотекам» стартовала 27 мая. Жители Петропавловска сразу потянулись в городские библиотеки, чтобы поделиться домашними книгами. Для передачи в сельские библиотеки там принимают русскую классику и книги о Камчатке. Я здесь еще, будучи маленьким ребенком, брал сюда книги. Вот их, собственно, можно увидеть. Я здесь проводил очень много свободного времени. Это буквально мой второй дом. И я решил с ним поделиться этими замечательными книгами Лермонтов и Некрасов. Я ими очень зачитывался. Надеюсь, что будущие поколения тоже будут это читать. В основном это молодежь. Это очень молодые люди, 30-35. Бывает так, что они помогают, например, передают книги своих старших родственников. Ну вот так у нас были такие молодые люди, которые говорили, что наша бабушка попросила, то есть бабушка услышала и попросила передать. В Селемейково работают сразу несколько книжных фондов, но литературу было решено доставить в детскую библиотеку. Коробку едва ли можно удержать в руках. Именно столько книг Лермонтова, Некрасова и Булгакова камчатцам удалось собрать для мильковских читателей. Большинство собранных книг попадает в список чтения на лето, который школьникам выдают на время каникул. Здесь есть и редкие книги о Камчатке. Подарок от коллег Центральной библиотеки Петропавловска. Спасибо большое. Какие книги замечательные. Ну, во-первых, они актуальны в том, что у нас же нет по столько экземпляров, там по 20, по 30. У нас 2-3 экземпляра, а учеников-то много. И поэтому, чем больше книг таких, тем больше будут обслужены детей. Потому что они сейчас приходят, у них сейчас летнее чтение начинается. Многие читают Лермонтова, многие читают сейчас Булгакова, многие Тургенева. А этих книг не хватает для того, чтобы всем детям раздать. Поэтому каждой книжечке мы рады. Акция продолжается. Принять в ней участие и принести свои книги можно в любой рабочий день в каждую из городских библиотек Петропавловска. Александра Радченко, Алексей Кузьмин. Информационное агентство «Камчатка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!